Желаю всем здравствуйте. Вера, привет. Привет. Представься, расскажи чем ты занимаешься. Меня зовут Семенова Вера, я уже много лет занимаюсь в сфере недвижимости, в инвестировании. В общем, идею риэлторского бизнеса и инвестирование в недвижимость объединили. Каждый хотя бы раз в жизни, ну или почти каждый, покупает или продает какую-то недвижимость. Обычно это квартира. Вообще это опасно, не опасно и какие, может быть, основные риски с покупкой или продажей квартиры возникают? Ну смотри, я всегда говорю о том, что любая сделка несет определенный свой риск. Есть вещи, которые практически невозможно их проверить. Без рисковых сделок не бывает. Есть риски просчитанные, есть риски невидимые и есть риски надуманные. Они от чего надуманные? От незнания. Есть объекты, которые мы покупаем с торгов. Соответственно, когда приходит риэлтор, который, в принципе, не понимает, что за основание собственности, ему проще отказаться от этой сделки. Вот у нас, например, пришла покупательница покупать объект, который мы купили с торгов. Видно, что девушке очень понравилась квартира, видно, что ей хочется ее купить, но с ней, например, был риэлтор, который тут же начал ее отговаривать и говорил о том, что, послушай, не надо это брать, это опасно. Получается, что когда человек не владеет какой-то информацией, ему проще отказаться, потому что все-таки якобы он сопровождает клиента, которому гарантируют безопасность сделки. И вместо того, чтобы разобраться о существовании, как происходит процесс торгов, проще отказаться от этого и сказать, слушай, не бери, это нельзя проверить и так далее. Это риски. Я понял. Какие-то реальные риски, вот те, которые, может быть, невидимые, вот какие могут быть? Безусловно, там есть действительно риски, есть, но их достаточно просто проверить и понимать, как их нужно проверять. Если покупка идет с торгов, например, по банкротству, что как раз клиента, как правило, пугает, как я понимаю, то это на самом деле самые чистые сделки. Как раз оспорить решение арбитражного суда, по которому эта продажа, значит, происходит, это весьма нетривиальная вещь и вообще слабо реализуемо. Или другое, скажем, я вот сразу вспомнил, или суды прошли. Да. Суды прошли, все завершились благополучно для собственника, да? Да. Все сроки по апелляциям прошли, все закончилось. Но когда приходит риэлтор, который не разбирается, ему проще отказаться, он говорит, ой, там столько судов, но в любом случае есть уже решение суда, тем более, если он прошел все инстанции, а вот наоборот, если мы видим, что там прошли какие-то судебные споры, то для нас, например, это менее рисковое приобретение. Ну, как для профессионалов. Если мы видим, что есть определенные споры, которые могут возникнуть в момент приобретения, после приобретения, то для нас как раз это более рискованное сделано. Например, нам недавно предложили квартиру там, где приватизация. Собственник с 1921 года, то есть, понимаешь, взрослая достаточно женщина, она дарит не родственнику, а непонятно, какому взаимосвязи мы там так и не нашли, человеку, которому, ну, по каким-то причинам как-то они там договорились. И, соответственно, тот, кто, кому она подарила, он банкротится и вот эту вот квартиру, соответственно, продавали. Для нас это был достаточно серьезный риск по одной простой причине. Там есть несколько вариантов спора и мы понимаем, что по этому объекту мы можем зайти в суд, ты сам понимаешь, сроки там от года и выше. Поэтому для нас как раз вот это более рисковый объект, мы понимаем, что там мы можем зайти в годы. Вот какие по нему риски? Это оспаривание договора дарения. Договора дарения. И второе? Вот эта вот женщина 1921 года, она прописана. Соответственно, мы понимаем, что достаточно сложно будет ее выписать из этого объекта. Причем человек пожилой, и там опять же всякие экспертизы всплывут. Мы рассказали всю эту историю нашему инвестору. От этой квартиры, от этого объекта мы отказались. И в конечном итоге он все равно купил этот объект, не через нас, мы не сопровождали эту сделку. Сумма вложения была достаточно высокая. И сейчас у него даже, я знаю, что вот на фоне этого там пошли судебные споры, и на фоне этого у него даже что-то там подшатнуло здоровье и все такое прочее. Ой, страшно. Хорошо. Значит, какие-то реальные риски, которых может быть не видно при покупке квартиры? Какая ситуация была? Значит, в квартире прописан собственник, значит, прописаны мама и сын. Маме там под 80, сыну 60, то есть взрослые люди. Была приватизация на двоих, мама дарит сыну, соответственно, у сына подшатывается материальная сторона, и он принимает решение продавать эту квартиру. Безусловно, мама никакого уже отношения не имеет к этой квартире, потому что сын уже собственник всей квартиры. Он продает, но прежде чем подписать договор, мы говорим о том, что выпишетесь из квартиры. Оба, так как освободите нам ее юридически. Они выписываются, оба из квартиры. То есть контакт был с обоими? Нет, мы с бабушкой, когда мы ездили, смотрели квартиру, мы ее видели, то есть, да, вот она в квартире находилась. Она знала, что продажа идет. Но, безусловно, она нам ничего не подписывала, так как она не имеет отношения к собственности. И сын нам гарантировал, что да, я ее выпишу. Соответственно, до сделки они оба выписались из квартиры. Прошла регистрация, мы стали там, инвестор у нас там, собственником. Он, на первый взгляд, все чисто идет. Вот смотри, все идеально чисто. Кажется, никаких вообще подводных камней нет. Вот как любят риэлторы, что вот не продерешься ни к чему. Дальше, после того, как прошла регистрация, мы должны были принять объект. Когда мы пришли принимать объект, мы выяснили, что вот эти два пожилых человека, как жили в этой квартире, так и живут. Они не хотят уезжать, хотя они уже выписались, продали. Они не хотят уезжать, они начали говорить о том, что мы как жили в квартире, так и будем продолжать жить. А они деньги из ячейки уже забрали? Да, мы же прописали в договоре о том, что мы примем там неделю-две, квартиру дайте нам выехать, вещи вывезти и так далее. Понятно, что деньги из ячейки забрали. Мы понимаем, что заходя в судебный процесс, это на годы, и дальше нам с этими людьми достаточно сложно будет вообще в принципе потом их оттуда выселить. В конечном итоге мы уже чуть ли не начали там караулить для того, чтобы хотя бы зайти в эту квартиру и поговорить, потому что на контакт они никак не шли. Он нам в дверь просунул исковое заявление, то есть якобы мама подает исковое заявление, что сын ее незаконно выписал, и никуда она не ездила, ни в какой паспортный стол, никаких заявлений она не подавала. Соответственно, мы прекрасно понимаем риски, потому что квартира была приватизирована, и мама отказалась от приватизации в пользу сына. Там не договор дарения был, а там как раз она отказалась, и это серьезный момент. Потому что выписать ее по суду уже не получится, если она сама не выписала. Мы начинаем смотреть, где исковое заявление, куда подали, и начинаем искать, по интернету мы нигде не находим, то есть в общем доступе мы не понимаем, где этот иск, куда был подан. На самом деле просто как бы некая бумажка составлена. Дальше мы подключаем уже юристов, адвокатов, пытаемся как-то с ними договориться. У нас получилось их перевезти в ту площадь, куда они сказали адрес, мы их все-таки перевезли. Сколько дополнительно деньги потратили на всю эту историю? Ну, там больше 1200, наверное, точно нам ушлось подключиться, пришлось юристов, участкового. История достаточно банально простая. Как только мы понимаем, что они пишут исковое заявление, подают о том, что их незаконно, и они на ФМС подали якобы иск. Ну, якобы, да, на самом деле вы не подали. И когда мы столкнулись с этим, мы понимали, что риск достаточно серьезный. То есть мы понимали, что у нас эту бабушку могут оставить, сохранить там проживатели. Есть вот такие вот риски, которые, в принципе, их невозможно просчитать. Есть ли разница, скажем так, сделка проводится нотариусом или просто в простой письменной форме? Все сделки, связанные с долями, они проходят только через нотариуса. Там, где несовершеннолетние дети, там тоже эти сделки проводят. Где они собственниками являются или где они заявлены? Собственниками, да, собственниками. Там еще есть ряд нюансов, не буду сейчас озвучивать их. Но смысл в чем? В том, что через нотариус регистрировать или в простой письменной форме, как таковой... Разницы никакой. ...безопасности в этом никакой нет. То, что подтверждает нотариус, это не дает каких-то дополнительных гарантий. А что подтверждает нотариус, вопрос? Один из самых сейчас, наверное, важных моментов – это сроки. Если ты в простой письменной форме подписываешь договор, подаешь только через МФЦ. И регистрация сейчас доходит чуть ли не до трех недель. А через нотариус 5 дней. Вот это большое преимущество через нотариус. Вот, наверное, за счет этого может и стоить там, допустим, опять же, у кого стоит важность по срокам. Вот сейчас вроде как кризис в стране, да? Как это на застройщиках отражается? Какие-то дополнительные, может быть, нюансы появились? Очень много в таких договорах прописывается между строк. Как правило, физическое лицо их не видит и как-то их пропускает. Не читай, да. Поэтому здесь я рекомендую только внимательно читать. Вот, например, прямо недавно нам звонил клиент и говорил о том, что дайте нам юридическую экспертизу пакета документов по застройщику. Там был такой нюанс, если она сейчас покупает на сегодняшний день апартаменты, и через 2-3 года, когда будет дом построен, его будут переводить из апартамента в жилое, то ей нужно будет доплатить 25% от стоимости. Когда я и озвучила этот нюанс, который, говорю, вы читали в договоре, там прописаны вот такие вот вещи, понятно, что клиент говорит, нет, я не видела, не читала, не заметила и так далее. И таких нюансов может быть очень много. Например, бывает, прописывают регистрацию через конкретное какое-то юрлицо, где берут определенную комиссию, например, 2-3% от стоимости объекта. То есть тут это тоже надо отслеживать. Тебя привязывают по договору к конкретным действиям, которые ты обязуешься их потом выполнить. Поэтому здесь с новостройками, я считаю, что не только смотреть юридическую чистоту пакет документов на оформление, но еще все-таки нужно изучать и самого застройщика. Недостроя много или продолжают строить? Есть. Есть недострои, есть одна из крупных компаний, которая сейчас там целый микрорайон застроен, не буду ее сейчас называть. Ну, там огромное количество квадратных метров заморозили, и непонятно, что теперь с этим будут делать, потому что все построено в нарушении всех ГОСТов, всех стандартов и так далее. Поэтому помимо пакета, юрпакета, еще все-таки надо изучать статус самого застройщика, насколько потенциал у него есть банкротства. Второй момент, я всегда говорю о том, что нужно сконцентрировать внимание на том, чьими деньгами строят. Кредитными или собственными. Это тоже очень важно. Когда идут продажи по одной с объекта, это видно, что в основном покупают физики там один, там, ну, пять объектов. А, например, когда ты видишь, что, допустим, было в продаже, не знаю, сто объектов, и осталось там 70, 30 объектов сразу ушло там за один день. Понятно, что это невозможно. Значит, это зашел какой-то крупный инвестор, или они с кем-то рассчитались этими квартирами. Ну, то есть как в залог пошло. Это о чем говорит? О том, что потом эти квартиры будут, особенно для инвесторов, которые вкладывают в новостройки, они допинговать будут по цене. Потому что при любом объеме, достаточно большом, физик не может себе позволить прийти застройщикам и договориться о какой-то там, ну, хорошей скидке. Когда приходит инвестор и договаривается, что, допустим, мы у вас покупаем там 100 квартир, понятно, что дают дисконт, а потом на этом дисконте... Хотя бы порядок, какой дисконт вот при таком объеме? По-разному. В зависимости от финансовой ситуации самого застройщика. Если финансово нужно достраивать, то понятно, что можно допинговать достаточно хорошо. Если же ситуация у застройщика финансовая достаточно хорошо, он не будет сильно допинговать объекты свои по цене, потому что ему потом самому будет невыгодно. Опять же, инвесторам частным нужно понимать, что если там есть крупных 2-3 инвестора, они потом будут давить по цене и не продаж. Что же, Вера, спасибо, что пришла. Было очень интересно, здорово. Приходи еще. Обязательно. Я думаю, эта тема бесконечна. Со всеми прощаемся. Всего доброго. До свидания. Расскажи, вообще, вот ты говоришь, там, риэлтор, юрист, в общем, в чем разница-то? Дело все в том, что, смотри, просто очень часто люди не понимают, в чем разница между риэлтором и юристом. Нет, вроде как понимают. Я не понимаю. Вроде как понимают, что юрист должен там юридически чего-то решать, риэлтор там что-то еще должен. Но, как правило, у нас есть риэлторы, которые нерадивы риэлторы, которые проверяют безопасность, риски и так далее. Хотя, на самом деле, к риэлтору-то никакого отношения не имеет. У риэлтора задача продать. Он, как стандартный продавец, я не знаю, продавец машин, вон, кофточек, духов и все такое прочее. Почему-то к ним не приходят и не спрашивают, скажите безопасность. Вот я сейчас куплю духи, а вдруг они поддельные. Что вы потом, как вы мне будете... Обеспечьте мне. Да, обеспечьте мне безопасность неподдельных духов. Или то, что они не загорятся у меня. Да, что тебе продавец скажет? А есть еще нерадивые юристы, которые, ну, например, в сфере уголовки работали, да, или в арбитражной какой-то части. И они начинают рассуждать о сделках с недвижимостью. Вот, ты знаешь, мне иногда хочется просто этим юристам сказать, послушай, вот ты занимаешься каким-то своим делом. В любом случае, в юридической сфере... Живешь в Бутово и работай в Бутово, и не будет никаких пробок на дорогах. Да, но очень часто у нас юристы начинают давать советы, когда в сделках абсолютно ничего не понимают. Как проверить юриста, понимает он что-то в сделках с недвижимостью или не понимает? Достаточно, как бы, опять же, задать ему несколько вопросов о том, как часто он проводит экспертизы. А если ты сам не врубаешься, то, наверное, ты и не сможешь задать. Если ты приходишь к врачу, врач тебе ставит какой-то диагноз, такой не сильно приятный. Очень редко, когда человек с этого диагноза сразу же бежит и начинает лечиться. Он идет к другому врачу. Он идет к другому врачу и начинает у другого врача спрашивать, а правильно ли мне там поставили диагноз? Случно так же и с юристом. Если тебе один юрист проверил и сказал, что, слушай, это не брать, и привел тебе определенные доводы, то я рекомендую просто к другому юристу обратиться.